В интернете много фотографий, на которых водители фур не рассчитали габариты своего транспорта и не прошли в туннель. Этого же водителя спасли каких-то 10 сантиметров от самых серьезных последствий. Но капитан этого лайнера еще более рискованный. Вглядитесь в расстояние самой высокой точки корабля и мостом. А этот мужчина нашел огромные залежи кварца. Эта глыба сделала его богаче на целых 250 миллионов рублей. Подскажите нам места таких месторождений. Пора собирать вещички. Привет, с вами профессор Гуглов. Ну а здесь очень повезло парню, которого, судя по всему, ждет очень комфортный перелет. Он успел забронировать это место, когда случайно узнал, что кресло перед ним убрали и отправили в ремонт. Женщина сильно испугалась, когда услышала, как кошка среди ночи уронила аквариум, потому что рыбку в аквариуме очень любила ее дочь. Но все обошлось, потому что каким-то чудом с аквариумом ничего не случилось. Теперь только осталось понять, как вернуть аквариум на место. А эта птица спасла водителя от штрафа, прикрыв его номер своим крылом. Интересно, сколько стоит так адресировать птицу? Ведь явно это командная работа. Во времена Первой мировой войны эти монеты остановили пулю и получается, что тем самым сохранили жизнь моему прадеду. Этой историей поделился один из авторов социальной сети. Во время лесных пожаров владельцы этого дома эвакуировались, но оставили систему полива газона включенной, которая и спасла весь участок от огня. Этот телефон спас ногу хозяина от встречи с пилой во время работы. Была бы огромная проблема, если бы мобильный телефон лежал в этот момент в другом месте. Какова вероятность того, что упавший столб идеально совпадет с формой автомобиля? Фонарный столб как бы создал окантовку вокруг авто и не задел его ни в одном месте. Автор этой фотографии оставил следующий комментарий. Из-за неисправности в системе купонов я получил 360 батончиков сникерс бесплатно. Этот игрок вытянул лотерейный билет, в который не было ни одной проигрышной позиции. Вот что значит везунчик. Еще одна удачная покупка из-за неисправности системы магазина. Из-за ошибки в штрих-коде мужчина купил адаптер за 9 рублей 50 копеек вместо 1000. Он получил просто невероятную скидку в 989 рублей 50 копеек. А что бы вы подумали, увидев на своем подоконнике сову с письмом? Интересно, кто отправитель письма и не ошиблась ли сова с адресатом? Еще одно фото с идеальным совпадением по своим формам. Они просто нашли друг друга. Дерево упало возле автомобиля, совершенно не задев его, благодаря своей изогнутой форме. В стволе спиленного дерева лесоруб нашел живую белку. Она явно была не в восторге от того, что произошло с ее домом. Жутко представить, что было бы, если бы спилили дерево чуть ниже по стволу. Моя жена потеряла сережку несколько дней назад. Всей семьей мы долго искали ее, но не нашли. Спустя два месяца я случайно наткнулся на нее и был сильно удивлен. Ох уж эти птицы! Хранители кошелька водителей-везунчиков! Вот еще один пример того, как птица помогла водителю-нарушителю скрыть номер от камер, фиксирующих нарушение скоростного режима. Если того, кто нашел четырехлистный клевер, ждет удача, то автор этого фото должен выиграть джекпот, потому что на его клевере аж пять листьев. Как же много таких случаев, когда криворукие топят свои телефоны в унитазах. Но здесь, по всей видимости, траектория полета айфона была очень удачна. Представляя эмоции хозяина телефона, теперь осталось лишь аккуратно его вытащить. Внимательный мужчина заметил на банкомате приспособление, считывающее данные карт. Он просто хотел снять деньги, а тут... А вы знали про такие устройства мошенников? Этот смартфон спас жизнь своему владельцу. Один парень решил снять на видео человека, который бегал на улице с арбалетом. И так вышло, что телефон принял на себя стрелу, выпущенную прямо в голову. А вот еще одно травмоопасное фото. Всего каких-то несколько сантиметров, и все могло бы закончиться очень печально. В каком шоке был водитель, очень сложно себе представить. Тот мужчина, который метнул этот нож, настолько везучий, что даже неудачный его бросок поразил цель. Вот если бы он специально старался так вонзить нож, то уверен, что ничего бы не получилось. А это экспедиция по южному полюсу земного шара. И, как вы видите, им просто сказочно повезло. Надо же было снегу так провалиться, что машина не сорвалась в пропасть и застряла. Это дало возможность всем выйти из машины через заднюю дверь. А водителю этого грузовика очень повезло с тем, что мост обвалился именно в этом месте. Именно поэтому мужчина смог покинуть свое авто и не пострадал. Парень спокойно пил газировку в гольф-каре. Как вдруг что-то неожиданно выбило у него банку из рук. Вот что он увидел, когда поднял банку. И представьте, что бы могло произойти, если бы мяч попал не в банку, а в самого парня. Этот снимок сделан для тех, кто считает, что каска на производстве или стройке не способна спасти жизнь, если в голову вдруг что-то летит. Не пренебрегайте техникой безопасности. При работе с болгаркой всегда надевайте очки. Это может теперь подтвердить и этот мужчина на фото. Этот диск внезапно лопнул и угодил прямо в очки, что и спасло глаз везунчика. Водители, которые перевозят грузы на своих автомобилях, или тем более дальнобойщикам, необходимо тщательно проверять закрепленность грузов. Иначе в неудачных ситуациях можно приобрести большие проблемы. Вы когда-нибудь наблюдали, как катится монета, упавшая на пол? Владельцу этой монеты пришлось немного понервничать, уронив ее на пол, в котором такие щели. А на этом матче мужчина успел выставить свою руку и тем самым спасти мальчика от вылетевшей из рук игрока бейсбольной биты. А эта женщина потеряла свое кольцо в далеком 2004 году, когда занималась посевом в огороде на своей даче. Кольцо нашлось спустя 15 лет самым необычным и удивительным способом. А на этом фото мы видим двойное везение. Если предыдущие фотографии с упавшими деревьями выглядят вполне реалистично, то в такой исход событий действительно очень сложно поверить. А владелица этого фотоаппарата ездила по городу так 20 минут, пока не вспомнила, где она оставила свое устройство. На ее удивление, камера так и лежала на том самом месте, совершенно невредимая. А вы случайно что-нибудь роняли в уличный водосток? Обладателю этого кольца невероятно повезло. Кольцо не попало в дыру водостока, удачно приземлившись таким образом. Хозяину этого автомобиля повезло, что саморез впился в протектор именно таким безобидным способом, что не позволило повредить колесо. Пользователь, выложивший это фото в социальную сеть, рассказал, что он потерял свой телефон на футбольном матче. Телефон позже удалось найти и вернуть хозяину, но на нем он обнаружил селфи своих кумиров. Многие из вас хотя бы раз в жизни что-то допроливали на свою клавиатуру. Этот парень разлил свой сок таким образом, что ни капли, ни на сам ноутбук и клавиатуру не попало. Работа на производстве очень опасна. Не зря средства защиты такие толстые. В этом случае рука соскользнула со станка и вот результат. Все пальцы остались в целости и сохранности. А вот так выглядит шлем после столкновения с автобусом на скорости 110 км в час. Так что если вы еще не приобрели себе каску для езды на своем байке, то срочно приобретите ее. А здесь владельцу придется вложиться в ремонт помещения и забора. Но надо сказать, что ему еще крупно повезло, что основное строение осталось целым и невредимым. На футболе дикий орел случайно сел на одного из болельщиков. Мужчина не испугался и с удовольствием начал позировать всем для фотографий. Вот что называется мимолетная слава. Этот кувшин зацепился за полочку дверцы холодильника во время падения. А вы верите, что такие случайности вообще реальны? А этого водителя смело можно назвать счастливчиком. Ведь вероятность того, что автомобиль перелетит через ограждение, была огромнейшей. А здесь акула, видимо, просто решила поиграть с девушкой. Потому что только оставила следы от своих зубов, а не съела девушку по частям. Может, эта дама просто невкусная? А владелица этого кольца успела поймать отвалившийся во время мытья посуды камень после того, как она услышала его стук о металлическую раковину. Автор этой фотографии написал очень коротко следующее. «Мне очень повезло, что на пассажирском сидении никого не было». Обычная бытовая ситуация, когда что-то падает со стола во время приготовления еды. Девушке безумно повезло, ведь если бы нож полетел по другой траектории, то ситуация была бы плачевной. Это, конечно, не миллионы. Но разве вы не обрадуетесь, если найдете в только что купленном кошельке банкноту в 2 доллара? А в этом случае автор заказал своему ребенку футболку через интернет. Но доставка задержалась на целый месяц. В конечном итоге вместо одной футболки пришло целых 20. Какой же шок испытал пассажир этого автомобиля, когда в лобовое стекло прилетел топор? Кто мог бросить его? И зачем? Вот главный вопрос, который интересует буквально всех. Если бы не такой большой брелок, то с ключом можно было бы уже попрощаться. Ну а если бы брелка не было, или сам брелок полетел по другой траектории, то это фото бы было уже не фото счастливчика, а фото неудачника. Эта стрела точно летела не в том направлении, в котором было задумано. Она попала в один из слотов монитора и, надеюсь, ничего не повредило. Вызвав лифт, вы часто задумываетесь, что при входе или выходе из лифта можете уронить что-то ценное в щель между лифтом и подъездом? Этому мужчине сильно повезло, что его ключи упали поперек дыры. Еще один водитель, которому крупно повезло. Вернее, ему все же удалось вовремя затормозить. Если бы он сделал это секундой позже, то ему можно было бы попрощаться со своим автомобилем. Насколько удачной должна быть рука, чтобы на этом колесе фортуны выиграть стопроцентную скидку на товар в магазине? На этом все, друзья. Смотрите другие видео на моем канале. Завтра выходит новое. Не пропустите. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok